В преддверии важного политического события, выборов депутатов в законодательную палату Оли Маджлиса и местной кенгяши, по всей республике продолжаются агитационные мероприятия, организованные политическими партиями. Цель – широкое ознакомление избирателей с предвыборной программой, информирование граждан о важных политических процессах. Подробности в репортажах наших коллег. Со стороны Либеральной Демократической партии Узбекистана в Сырдаринской области организована встреча с кандидатами. В депутаты законодательной палаты Оли Маджлиса и местные кенгяши. Одной из целей выдвинутых движения предпринимателей и деловых людей в предвыборной программе является упрощение ведения бизнеса и отмена бюрократии. В ближайшие пять лет планируется предпринять все необходимые меры для увеличения доли частного сектора в экономике до 85%. В предвыборной программе Узли Деп я видела свою жизнь, свое будущее. В программе уделено особое внимание экотуризму. Создание правовой основы для развития кооперации между дихканскими хозяйствами. И в мероприятиях, проходящих в Сырдаринской области, видно, что народ участвует в приподнятом настроении. Думаю, что партия вошла в народ. В этот день также были организованы агитационные мероприятия. Распространение среди населения флайеров, буклетов и раздаточных материалов с основными положениями предвыборной программы Узли Деп. Инициативы, определенные в программе партии, вызывают большой интерес у избирателей. В частности, вопросы сокращения государственного участия в экономике. Увеличение доли частного сектора за счет приватизации государственной собственности и перевода монопольных отраслей на принципы рыночной экономики. Встреча кандидатов в депутаты, в Нижнюю палату парламента и местные кенгаши от демократической партии Мелит Клянеш прошла в специализированной государственной общеобразовательной школе номер 19 города Алмалыка. Кандидаты представили цели и задачи, определенные в предвыборной программе партии. Сегодня я стала участником предвыборной программы демократической партии Мелит Клянеш. Мне очень понравились ее цели и задачи. Большое внимание уделяется расширению сети дошкольных образовательных учреждений. Повышение и внедрение передовых педагогических коммуникационных технологий. Подготовки детей в школе. Также партия большое внимание уделяет молодым семьям, поддерживает во всех сферах жизни. Кроме того, кандидаты от демократической партии Мелит Клянеш также посетили Махаллю Курпусой, расположенную в городе Алмалыки, и провели встречи с ее жителями. Они также предоставили населению полную информацию о своих предвыборных программах. Зеленое развитие и охрана окружающей среды являются одними из важных вопросов сегодняшнего дня. Учитывая потребности многих тысяч жителей и избирателей, экологическая партия Узбекистана представила свою предвыборную программу, состоящую из восьми направлений. Очередное агитационное мероприятие прошло в Учкуприкском районе Ферганской области. Кандидаты подробно представили цели, идеи и инициативы, включенные в предвыборную программу. Охрана природы и планеты Земля на сегодняшний день является самой актуальной задачей человечества. Экопартия Узбекистана также преследует эти цели и стремится к сохранению природных ресурсов, саму природу и связь природы с человечеством. Чтобы каждый гражданин, его семья и само государство сознательно защищал, пользовался самым природными ресурсами. В этот же день кандидаты посетили дом семьи Хашимовых по адресу улицы Йошляр 86 в первом секторе района и ознакомили их с программой партии. Агитационные мероприятия также проводились в торговых точках. Проблема экологической безопасности является одной из самых актуальных в мире. В этом направлении экопартия Узбекистана продолжит предпринимать необходимые действия для здоровья будущего поколения. За социальное государство. Народно-демократическая партия Узбекистана вступает в выборы этого года, которые пройдут на основе сильной конкуренции и новой системы с новыми социально ориентированными идеями и инициативами. Об этом подробно было разъяснено на встрече с кандидатами в законодательную палату Оли Мажелеса и местный кингаш народных депутатов, организованной в Национальном университете Узбекистана. Важнейшим источником предвыборной кампании является программа дальнейшей деятельности кандидата. Когда кандидат разрабатывает свою предвыборную программу, он определяет свой гражданский и политический путь и точку зрения. Прозвучали очень интересные вопросы и пожелания и предложения со стороны студентов, преподавателей. Это и обеспечение жильем, общежитиям всех наших иногородних студентов. Это и вопросы, связанные с контрактами. Это и обеспечение условий для студентов, имеющих семьи, имеющих детей. Это и вопросы, связанные с дошкольным образованием и школьным образованием. В ходе встречи, собравшимся, были разъяснены важнейшие направления предвыборной программы партии. Идеи и предложения выработаны с точки зрения интересов народа. Также избиратели получили ответы на интересующие их вопросы о деятельности партии, ее программных целях и дальнейших задачах. Исходя из этого, наших соотечественников призывают не оставаться равнодушными к происходящим политическим процессам, проявлять активность на выборах и голосовать за кандидатов Народно-демократической партии. На мероприятии, организованном в Термесском районном медицинском объединении, представители Сурхандаринского областного совета социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» ознакомили участников с профессиональной деятельностью кандидатов и депутаты от данной партии, говорили о новых идеях, предложениях и инициативах, выдвинутых предвыборной программе в соответствии с целями и задачами партии. В качестве первой задачи программы, что нас радует, приоритет отдается вопросу усиления социальной защиты медицинских работников и обеспечения их прав. При этом деятельность специалистов Узской области также имела место в семейных поликлиниках и отдаленных-отдаленных районах. В регионы кандидаты проводят встречи с избирателями и подробно доступным языком объясняют свои им программы. В ходе этого процесса кандидаты активно общаются с избирателями и обмениваются своими идеями и мнениями. Кандидаты в депутаты также посетили дома жителей нескольких махалей района и провели с ними встречи, рассказывая о своих целях, отраженных предвыборной программой СДП «Адолат». В ходе таких встреч также изучаются обращения, предложения и просьбы населения.